Перед тем, как пригласить на эту сцену еще одного известного предпринимателя, основателя портала Тутбай Юрия Зисера, я расскажу небольшую историю, которой Юрий делился в одном из интервью. Несколько лет назад любитель старинной музыки, восстановления органов, подбил Юрия Зисера поступать в консерваторию на специальность интерпретации старинной музыки. И вот в тот момент, в тот день, жена Юрия сказала, ну ты же понимаешь, что профессиональным музыкантом не станешь. И Юрий сам сказал, ну понимаю, что не стану. Но утром руки взяли документы, а многие эти документы в консерваторию отнесли, и в итоге Юрий Анатольевич Зисер консерваторию закончил. И сейчас играет иногда как на корпоративных событиях Тутбай, так и иногда, и не только на корпоративах, и в костелах в том числе. Сейчас мы посмотрим небольшой видеоролик. Известное произведение Баха. Ну что ж, я приглашаю на сцену Юрия Зисера. Добрый вечер. Начать я хочу все-таки с выражения восхищения предыдущим ораторам. Вот я проникся такой здоровой завистью, потому что я тоже большой любитель путешествий. Посетил 51 страну. Надеюсь, еще много посещу. Правда, у меня немножко другие интересы. Я не по животным больше, а по архитектуре, истории, культуре страны. То есть немножко у меня другой взгляд. Можете почитать в моем блоге на Зисербай. Там самые крутые истории есть. Потому что там и человеческие истории просто. Особенно то, что со мной в Индии случилось или где-то еще. Но сейчас мы перейдем ближе к музыке. Музыка с нами, музыка среди нас. Она нас всех окружает. И так или иначе мы все ее слушаем. Специально или по неволе. Мама рассказывала, что я еще не умел разговаривать. Но когда она мне пела, я ей подпевал. В опале береза стояла, ну без слов. На ААА. Ну естественно я тогда не понимал слов. То есть в опале береза стояла, в опале кудрявая стояла. Некому березу заломать. Почему это березу надо заломать? Я понял лет в 30, наверное, только. Объяснил. Вообще фольклор это такая сторона, где употребляешь какие-то выражения сто лет, а потом понимаешь, что есть некий подтекст. Там допустим и хочется, и колется, и мама не велит. Ну что колется. Но вернемся к музыке. Родители меня начали с 7 или с 8 лет обучать. Это поздно. Учителя были очень посредственные. Я два года поучился и бросил это занятие, отказался. Особенно меня допекла музлитература. Я совершенно не понимал, зачем эти могучие кучки. Потом, да, а при том, что мама сама музыкант, пианистка, а папа хоть и радиоинженер, но любитель музыки. То есть он играл на аккордеоне, на гитаре. Потом только слушал. Так получилось, что в детстве я много провел дома вместо школы. У нас были пластинки, я их целыми днями слушал. В результате выучил на память первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Там пластинку «Бах в Домском соборе», «Алу Пугачеву». Ну, просто слушал подряд. Потом в 18 лет я подружился с человеком, который начал снабжать меня хорошей музыкой. И роком современным, и классической музыкой. Ну, вот недавно я был в Израиле. Вы видели, наверное, мою фотографию, где мне рожки там ставят. Вот человек, который не тот, который ставят рожки, а второй, это он и есть. Потом, года в 24 мне захотелось возобновить учебу. Руки зачесались. Я несколько месяцев позанимался на фортепиано и бросил. Ну, думаю, куда уже. Потом, в 36 лет, к нам попала пианино. Вот как раз умер дед жены Василь Витко. И к нам попала пианино из его дома, на котором его дочь занималась. Вот, и я начал сам заниматься, начал. Мне просто, ну, вообще и до этого, собственно, я от музыки никогда не удалялся. Например, будучи во Львове, я был зампредседателя Львовского джаз-клуба, я читал лекции по джазу. Там был главный теоретик. Потом, когда я учился в Питере на своей биомедицинской кибернетике, я после занятия с 9 до 7, я очень часто ходил в филармонию. А там, ну, это самый музыкальный город был в Советском Союзе. И как-то я посчитал, что я за 19 дней сессии 10 раз побывал на музыкальных концертах. До сих пор там все эти программки есть. И наслушался очень много разной музыки. А Питер же такой авангардный город. Там же не только Ленингриб. Вот, там много чего было. Там, как вам, например, понравится целый концерт, составленный из произведений музыки для ударных инструментов. Там понаслушался всякого. Вот, ну, и поскольку я покупал пластинки, у меня метров 5 пластинок. Не так, как сейчас, знаете, по моде из штатов прут ящики старого рок-н-ролла, там, из-под умерших людей. И люди ставят это, значит, аккуратно в рядок. Вот, то, что со свалок там собрано. И выдают это за свои коллекции. У меня коллекция настоящая. Я все это покупал сам за свои деньги. Классика и джаз. Ну, я не знаю, там, я никогда не считал поштучно, но 5 метров есть. Ну, и вот в 36 лет я стал заниматься. Мне сам, мне захотелось сыграть то, что я слышу. Потому что мне не нравилось, как интерпретируют. Мне захотелось сыграть так, как я слышу эту музыку. Ну, вообще, это нормальное желание любого музыканта. Ну, я так не был музыкантом, собственно. Ну, фортепианные произведения, допустим, Баха я переиграл практически все. Перепробовал. Ну, как мог. То есть я читаю с листа, что умеет немного музыкантов делать. Я ничего не выучиваю, потому что мне не для кого выучивать. Я просто играю в темпе с ошибками для себя. И все, да? И так было. Ну, хорошо, фортепианные произведения переиграли, переиграл. А что делать со скрипичными, с виолончельными, органными? Они же не звучат на фортепиано совершенно. Вот, и тогда, будучи в Штатах на стажировке, я в 98-м или 99-м году, в 99-м, купил себе синтезатор. Здесь они стоили безумные деньги, а там я за 200 баксов купил Касио за 200 тембров, и она до сих пор работает. Вот, и там уже тембры, и несколько скрипичных, и несколько органных, и виолончельные, и клавесинные, для того, чтобы аутентично исполнять музыку. Потому что во время Баха пианино не было, его не существовало, его еще не изобрели. И поэтому нормально его на пианино сыграть нельзя. Ну, просто невозможно. Как и исполнить большинство произведений старинной музыки, тоже невозможно сейчас. Сейчас даже современные органы звучат по-другому, тембры другие. Тогда были тембры ярче, сейчас более приглушенные такие, симфонические. Потому что сейчас орган идет просто как симфонический инструмент. А тогда он был церковный. Ну и, наконец, когда я переиграл и это, я увидел, что я не могу полноценно отобразить органную музыку. Потому что кто видел органные ноты, там не две линейки, а три. Для двух рук и ног. Для двух ног. Нижняя полоса, нижняя линейка – это для ног. А что такое хорал, допустим? Как пишут, хоральная прелюдия. Или на самом деле хоральная обработка. Это когда в верхнем голосе идет тема, допустим, песня, которую написал Мартин Лютер в 1527 году. Гимн какой-нибудь церковный. А остальное к нему аккомпанемент. Значит, ты должен этот голос паствы изобразить одним тембром, более ярким. Все остальное приглушенным. Значит, тебе нужно две клавиатуры с разным тембром. На одном синтезаторе ты это не сыграешь просто никак. На одной клавиатуре. Я уже не говорю про ноги. И тогда я, будучи в командировке, забрел на выставку музык-мессы во Франкфурте. Это такое грандиозное действие. Там 25 павильонов. В каждом из них продаются какие-нибудь музыкальные инструменты или ноты. И вот там целый павильон органов. И я выбрал там себе электроорган за 3000 евро. Он ко мне ехал полгода. То есть это церковный учебный орган. В маленьких церквях такой и ставят. Но он полноценный. В нем две клавиатуры для рук, клавиатура для ног. В нем 30 регистров. Три строя барочные, романтические, симфонические. То есть для того, чтобы по-разному музыка звучала. И еще куча всяких прибабахов. Например, вот сейчас, если сыграть французскую музыку или немецкую аутентично, нам она покажется как афонией. Потому что раньше был другой строй, так называемый. Были нетемперированные строи. Но в этих строях старинная музыка звучит лучше. Она правильно звучит. И для аутентики это полезно. И стал осваивать орган. Ну а потом случилось то, что описал Виталий. И я попал в консерваторию. Ровно так оно и было. Руки сами собрали документы, а ноги сами отнесли. Два года я занимался. Потому что для лиц с высшим образованием. То есть мне надо было вообще образовательные предметы сдавать. Только специальные идеологию белорусского государства. И, по-моему, охрану труда. Не помню. Вообще группа интересная. Считайте, ты грубо. Три математика и экономист. Один кандидат технических наук преподает на кафедре искусственного интеллекта БГУИР. Один преподает в БГУ. Там глубокую математику. Ну и женщина работала в лингвалео. Занималась искусственным интеллектом. Сейчас ребенка воспитывают. В данный момент параллельно учатся в музучилище на вокале. Это после органа. Ну и нужен какой-то выход нам. Потому что иначе это все сгниет. Мы стали выступать. Третьего, по-моему, четвертого января прошлого года мы дали концерт в Святом Рохе. Вся группа. И с 7 января будет наш следующий концерт. По традиции снова я буду его вести. И кое-что тоже сыграем. И все сыграем. Самый лучший из нас, конечно, Александр Бурделев. Вот это очень достойное исполнение. Так что может необязательно идти. Там очень маленький зал. Просто в Святом Рохе. Вот. Да. Поступление 4 января этого года вы можете посмотреть на Ютьюбе. Оно выложено. Вот там весь концерт. Там эффекты с выключением света. во время медитации. Ну вот. Как-то так вот музыка в жизни. Я думаю, у каждого из вас музыка занимает место в жизни. Вот. У меня вышло так, что я не смог без нее жить. И не смогу, и не могу, и не хочу. В машине у меня никогда не звучит радио. Звучит только хорошая классическая музыка. Удачи вам. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо!